Здравствуйте, зрители и гости канала, с вами Хрячий Семья, я Хрячий Ботя Грегор, и мы с вами продолжаем прохождение инди-хоррора Проклятый Лес. Я говорил, что мы... Нам, наверное, по-моему, это сохранение было, но мы скоро продолжим, и мы продолжаем. На самом деле, перерыв-то, конечно, был, я даже думал записать подряд, но... Чё-то игра так хорошо воодушевила, что я решил взять всё равно денёчек перерыва, но вот мы и вернулись. Итак, после того, как нас что-то вырубило, мы оказались в пещере. Вот, кому-то смешно, а мне, например, нет. Блин, прикольно. Работа со звуком вообще великолепна. Вот я всё кручусь, и на всё это и звуки. Блин, кстати, я только сейчас обратился, что у меня есть ноги. Монечет. Как-то, ну, не задавался этим вопросом. Так. Ага. Получается, люди приносят кого-то в жертву. Это какой-то чёрный риту. Ой, нормально. Я думал, тут не будет ничего локротянского, а тут, оказывается, лавкрафт начинается, да? Блин, просто для лавкрафта я когда-нибудь хочу сделать отдельную рубрику, на самом деле, поэтому... Надеюсь, что нет. Надеюсь, что это просто лесные духи. На четыре части раздербань? Может, это то, что я сейчас скелета собираю? Палку взять можно? Нельзя. Палочку тебе захотелось. Сейчас такая тень вылазит и стучит мне по... Я так понимаю, что в этой игре, в принципе, окочуриться можно. В теории... Можно даже окочуриться, как в песне Киша. Камнем по голове. Так, и пропасть, видимо, да? Что ты... Что ты... Типа светящийся кристалл наподобие вот этого, видимо, да? А, да, кто-то... Ага, из тьмы появляется рогатый демон, который убивает всех людей. А, это, походу, человечек-женщина. Ну, или... Я, хотя, сомневаюсь, что у них с перспективы рисовали мальчиков-девочек. Ладно, пойдемте. Давайте, где безопасно. Нет, все-таки... А нам точно сюда надо? Может, есть другой выход? Ой. А можно уйти? Ну, немножечко, да. Немножечко, так, это... Речки-то затряслись. Но, в большей степени, скорее из-за... Скрипки. Хм. Крыво-то чаще яблоко. К чему это? Вообще, я все еще не понимаю, что мы делаем в этом долбаном лесу и... кто за нами ходит. То есть, ну... Это вряд ли призрак наших родственников, или призрак убийцы. О-о-о. Здравствуйте. Нет, 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 я понял. Я все понял. Я не пойду туда. О-о-о-о. О-о-о. Я даже не стал ждать. Просто взял и убежал. О-о-о. Сохранено. О-о-о. Дом и тьма. Ну, пойдемте туда. Хотя... А куда еще? Ага. Ага. Ну, слушайте, значит, тень не хочет там ничего хорошего. Ну, она нас эту... На нас напала, и потом, судя по всему, она же за нами гналась. Поэтому я сомневаюсь, что это что-то хорошее. Ну, с другой стороны, здесь пока ничего хорошего вообще не было в игре. Ну... Мне кажется, нас тут все хочет убить. Воу. Что бы тут ни жило? У него очень матерые когти. Так, подождите-ка. Наверное, нам все-таки наверх. Ну, просто как бы, зачем вниз, если можно наверх? Ага. Как-то еще и материальное. Блин, я думал, тут чаша просто какой-то квадратик. А все, нет, она уже упрыгнула. Упрыгнула, господи. Упрыгнула, блядь. Подскажу порой. Ага. Так, ну, тут никаких подсказок нет. Просто в этой игре пока... Слушай, я не очень хочу следом за ней прыгать. А мне надо оно? Тут просто есть спуск аккуратный. Блин, сохранение было не близкое. Но... с другой стороны? Не, ну а че, правильно? Один раз играем. Джеронимо! Спрыгнуть в воду с доски. мы им умеем плавать. А нас точно ничего не утащат? Сом-убийца, например. Нет. Тогда врубаем чашу. Тут столбы... охренеть. Я думал тут об электроэнергии вообще никто никогда не слышал. да, вот это давайте. Так, ну карты у нас никакой нету. Ага, понимаю. Так, а куда нам идти? Тогда у нас хотя бы была карта с рыбами. Так. какие-то фаллические символы. Ну... О, записка. Карта 2. Найти карту второй главы. Спасибо. Так я уже во второй главе? Просто никакого обозначения то не было, что я во второй главе. Так, я вот он. Я пришел. Кстати, откуда я пришел? А, точно. Можно теперь не мучиться, да? Я пришел отсюда. Вот сюда если пойти тут люди тонут. Пожалили, я отсюда спрыгнул, ведь доска, человек плавает. Прямо здесь домики. Ну, в общем, ладно. Да не, ну точно. я вот оттуда пришел, да. Ну, пойдемте к водоему, он ближе всех. Прикольно. Красиво. Так. Эм. О! Там плавает друг. Вот это хорошо. мысли плавает, это долбанное болото. Ага, комары. Слушай, давай ты не будешь. Я уже понял, что там никто может гоняться. А давай сюда. А что там? я хочу пойти мимо всего этого. О. А, серьезно, можно? Мм. Мне кажется, что я все-таки чего-то не достиг. Мне кажется, я не совсем правильно поступаю. Возможно, это дальнейший маршрут. Вот отсюда, вот сюда. Ну да, я пошел сюда. Ладно, пойдемте. Я более чем уверен, что это болото. А! А! Тихо. 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 Да я ушел, ушел. Смотри, я не в болоте. Да все, все, угомонись. Давай. Беги. Беги. Что произошло? А? Почему на меня выскочил чернокожий из мема с белыми зубами? Я на болоте вешу на дереве, да? Я просто не понимаю, что происходит. А так как игра не водит за ручку, то я пытаюсь сопротивляться. А! Петрович! Здорово. Я смог спуститься так быстро? О, жабка. Слушай, а в чем прикол был? Здорово Петрович, отрицающий, смотрю. Так, нога. Ууу. О, о. Давайте сперва мы с вами сохранимся. Уж вольчашки нам говорили, что нам спокойнее. И почитаем записку. Пугало. Я с детства росла в поселении, для меня пугало не было чем-то необычным. Но в тот день все изменилось. Один из поселенцев, Таричок, со странной кожей, проводил много времени в огороде. Там он не только занимался урожаем, но и беседовал с пугалом. Все делали вид, что не замечали этого. Когда я хотел спросить папу, что с ним, он злобно посмотрел на меня и больше не задавал этого вопроса. Эта странность с пугалом не давала мне покоя. Через некоторое время решилась и спросить самого старика. Вы считаете пугало живым? Спросила я. Что ты, девочка? Что за глупость? Пугало лишь оболочка, но то, что общается со мной через него настоящее. Она наблюдает за всеми нами и ждет своего времени. Корону будет достаточно сильным и этого не избежать. Она обещала меня пощадить, если я сделаю одну вещь для него. Но, пожалуйста, никому об этом не говори. Это будет нашим секретом, ответил старик. От этого разговора мне стало только более не по себе. Старик вскоре скончался, а пугало сняли. Но одним вечером, когда я смотрела в окно, краскодевки на те знакомый силуэт, это была пугало. Она стоила далеко от моего дома, будто хотела, чтобы я вышла и поговорила с ним. Утром никакого пугала там уже не было. Он помогает не следить за всем. Мистер Соломиная Голова хороший друг. Мистер Соломиная Голова. Здрасте. А можно я тоже с вами поговорю? Нельзя. Так, ладно. А он по-любому сейчас этот куда-нибудь пропадет. Я не хочу в болото. Я понимаю, что болото это плохо. Обитатель дна. Утонуть в болоте. А, да? А, так тут можно умереть. Ну, то есть я обитатель дна, да? И я утонул в болоте. Так, жертвоприношения ритуальные. Так, ну, слушайте. Мне кажется, по камешкам-то идти идея это правильное. Вот камешек. А! Вот камешек. Интересно, обитатель болота это типа про меня или типа про то, что тут кто-то все-таки есть? Ага. Понимаю, друг. А! А! Тут реально глубоко типа. Все, я вас понял. это что-то не то. Тут ведь показано сюда. Ладно. блин, прикольно. Тихо, тихо. Вот вопрос, она же меня убивает. Почему она ну, типа не убьет не окончательно? Вот тут. Тихо, тихо. Женщина, успокойтесь, пожалуйста. Я ж ваш друг. Сапля, выбраться из болота. А, да? А! О! Сапля. Неплохо, неплохо. Ай. Давайте сохранимся. Ну, просто потом бежать далековато все-таки, как бы то ни было. Так, сохранились и побежали дальше. Так. Давайте чертовим карту. Вот если мы пойдем направо, то мы во что-то упремся. Пойдемте упираться во что-нибудь. Хотя там, конечно, выглядит все очень хорошо. Я просто перепрыгну. А что там? Кстати, тут можно пройти. Воу, воу. Не, не, не. Тихо, тихо, тихо. В смысле, серьезно? А, может, мне туда еще не надо? Ну, просто это странно. Ладно, мы сохранились. Вперед. Ну, мы же сохранились. Ладно, пойдемте. Я понял. Это глупая идея. Я понял. Тут, видимо, нужен какой-нибудь фонарик или еще что-то. А здесь какая-нибудь подсказочка. Будет забавно, если чудо-олень он вернулся. Слушайте, это правда. Вот это правда. так она и выглядит. Слушайте, ну, вот есть еще маршрут какой-то. Да, понятно, понятно. Ты подожди. Я пропрыгаю здесь. А. Так я не пропрыгаю, получается, да? Или умеешь хвататься? Нет. Хвататься он не умеет. Значит, сюда я когда-нибудь вернусь. Что ж, тогда пойдемте. Нас с вами ждут приключений. Так. А, это корни. Я думал, опять какие-то наскальные живописи. А, очередные домишки. У-у-у. Сохранено? А, а зачем? Так, на костерочках здесь всегда есть записки. Ну, и в этот раз собственно говоря, тоже. О, Яни. Лидер просил не трогать его, сказав, что нам не нужно привлекать внимание. От этого парня только проблема. Помню тот день, когда он приехал. То, что он часто въезжал в город, не нравился мне и остальным. Наша общность не нуждается в таких людях. Но мы решили дать ему шанс. Я пригласил его к себе в дом, предложил отведать вкусный ужин, который приготовила моя жена, дабы на встрече с глазу на глаз узнать его получше и понемногу приобщить к нашему стилю жизни. Но он вежливо отказался. Тогда я хотел предложить ему вместе поохотиться, но он от этого отказался. Упоминаю случаи своего непростого прошлого, мол, хочет отныне созидать, а не отнимать жизнь. Мне отошнит от этого парня. У него грехи, как и у всех нас, но он думает, что разрешил, что сможет ни с того, ни с сего стать святым. Так кто он такой? Нельзя просто решить и стать хорошим парнем, оставив все в прошлом. Двуличный поддонок, вот кто он. Еще он лезет в дело лидера, пытаясь выведать у меня информацию о семье. Что за надоедливый тип. Но ничего, может сейчас он неприкасаемый, но когда ритуал будет сделан, такие как он получат то, что заслуживают. Ладно. Предположим, вы... Ууу! Так. Давайте-ка осмотримся. Тут грядочки были хорошие, смотрите-ка. Ага. Так, ну, ладно, пойдемте в дом, а там потом посмотрим. Сейчас на нигер продлоколимся, мне кажется. Да, нет. Да нет, наверное. Так. Ой, тут кто-то что-то готовил. каменщик. Найти первый ритуальный камень. А зачем? Тут же все свои. Так, ладно, пойдемте в спальню. Ну, мы уже поняли, что здесь никого нету, но... А вдруг? Нечто на чердаке это отсылочка. Отсылочка. Рунный камень. Я нашел его. Я нашел элемент ритуала. Лидер поблагодарил меня и назначил хранить его. Он выделил мне домик у реки, который куда лучше моего старого жилища. Грядут перемены. Я буду одним из их вершителей. Скоро мы смоем грехи с наших земель и поможем людям стать лучше. Хорошо, наверное. Ну. Я жду скримера. еще нечто на чердаке было сказано. Так что я уверен, что там что-то есть. А ну-ка. Такая на чердак хочу. Я понял. Слушай, давай ты не будешь этого делать. Можно я просто уйду? Можно я вы... Свечечка. Лампочка. Лампочка. Ключик. Есть. Ключик. Открывайся. Пожалуйста. Давай. Иди к черту. Вот это жуткое дерьмо было. все. Ух. Чет, я прям это... Запереживался. Я был лицемером. Ладно. Ну. Хочешь быть лицемером? Будь им. Я просто не знаю, что тебе надо сказать. Я хочу переплыть туда, но в идеале я хотел пройти вот по вот здесь. Вон от стеночки, да. Давай. Давай. Опа. Опа. Давай. Давай. Вот так вот. Хорошо. Я правда не знаю. Нет, нет. Не падай. Я не специально пытаюсь сломать игру. Я просто пытаюсь найти безопасные маршруты. вот. Отлично. Ух. Ой, хорошо. Ой, реально зажигаю эти штуки. Прям так спокойнее становится. Интересно, я себе поплыву. Оу. Я так понимаю, что в доме все. Все очень плохо. Самоубийца. Самоубийца. А не, нормально. Это всего лишь бревно. Хотя тут как-то темновато. Сука. Как я испугался деревяхи. Так, а самоубийца может все-таки здесь есть? Я вот напрасно, мне кажется, так это. Расслабился. А ну-ка, давайте-ка. Поплыли. А что мешает самоубийце быть везде, правильно? Ну деревяки, я что-то прям это аж аж труханул. Так. Здрасте. А как вы там? Угу. Так. То есть на чердак мне не надо. Угу. Что ж, ладно. Так, у меня есть рунный камень, я не знаю вообще, поможет он мне от темноты или нет. Хотя, кстати, идите по старту. Хорошо, я думал, что мне нужно будет это, лампа это, масляная или керосинная. О! Сельский туалет. И лучше места нет. Клуб по интересам предвещать в туалете второй главы. Я же говорил, что так и будет. А тут прям большой сельский. О! О времени! Уйди! Уйди, пожалуйста! Не хочу! А за что? Почему ты это делаешь? Фу! Такая мерзость. Зачем ты так делаешь? Я не поразмышлял о времени. Можно я это сделаю сейчас? О времени. Как бы я ни старался, не могу выбраться из этого места. Поэтому решил бросить попытки сбежать и стал изучать окружение в поисках разгадки. Не дует выяснить, что каким-то образом в этом месте обитает тень произошедших событий. На первый взгляд это нельзя заметить, но если попытаться обращать на это внимание, то можно услышать отголосок прошлого, которое все еще живет тут. Мои подозрения, что именно это и мешает мне выбраться отсюда, дезориентируя, приводя в заблуждение. Я даже не могу сказать, сколько времени пришло в нормальном мире. Да, я не даром использую выражение в нормальном мире. Окружение будто потихоньку вытягивает из меня жизненную силу. Либо я найду выход отсюда, либо это место в итоге прикончит меня. Нужно сохранить ясность ума. Только так и смогу выбраться отсюда и обессмертить мое имя. Какой ты пафосный сударь? А что тут было? Что читали? Космический легион. Красный эксперимент. Блин, ну тут были неплохие эти чтиво. А, ты предлагаешь мне снова это почитать, да? А, ну типа... Тут кому-то плохо было. Фу, какая мерзость. Мерзительная тварь. Вот надо было в туалете нападать. А я всегда говорил. Нападение в туалете это классика. Вот. На меня напали в туалете. Знаете, какой тут подкоп в нужник просто нереальный. Ладно. А можно не надо? Позади меня только говны. Я, как бы, не справлюсь. Вот что самое удивительное, да? Монолитный камень. Но тут пришел я. И камень приказал себе долго жить. Так, я выбрался. Туалетные дела. Узнать секрет туалета. Блин, ну так-то, конечно, узнал. Блин, я бы такой, что сохранился бы, если честно. Потому что мои туалетные дела привели меня обратно к алтарю. Практически. Но не совсем. А сюда точно не надо? не надо. не надо. На всякий случай, видите, я всякое пытаюсь поедучать, потому что, ну, а мало ли че. Ну, пойдемте. Сейчас в мелководье. Ну, ладно. А куда? я могу пойти сюда. Тут рыбы скидываются. а, ты предлагаешь мне в речку прыгнуть тоже. Слушай, я не очень согласен с тобой. мне это не нравится. Я что, дурной, что ли? А ну-ка, дай-ка мне запрыгнуть сюда. Сейчас вдоль елочки. Вдоль елочки. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ура! Твою мать! А, так я удачно у краешка шел. Ха! Хе, слабак. Сейчас эта штука выскочит у меня из воды. Правильно. Ну, чтобы лишний раз не крякал. Что? Что это было? Почему вода мигала? Ладно, пойдемте. Тихо, тихо, будь спокойней. А все, я выбрался. И не достанешь меня, если я не в воде, правильно же? Ой, друг, у тебя сердце калашматится, а у меня-то тоже. Ладно. Саиф был далеко. Если что, то мы снова познаем туалетные дела и про приключения. чествуем по сортирам. И прыжок. Нету прыжка. Есть прыжок. Все нормально. Здравствуйте, женщина. Ладно, вперед. Она на меня выскочит по-любому из воды. Я бы так сделал против себя. или не выскочит. Но она теряет такой хороший скример. Бурная река. Пережить путь по реке. А, тут можно было его не пережить. А, ну камень на голову. Сохранено. Ну, что ж, раз сохранено, у нас с вами... Блин, а там есть сейв впереди? Там сейв впереди. Ладно, раз тут сохранено, то давайте дойдем до сейва. И там уже будем заканчивать серию. А пока пойдемте дальше. Мне кажется, сейв специально был. И вот он там маячит такой, типа, господи. Между прочим, оленища нас ни разу не подвел. Петрович. Здорово, Петрович. Ты как? Блин, сосиску жарит. Я смотрю, Петрович, все нормально. Ну, не зря же говорил, что Петрович наш друг. А можно мне тоже? А можно? Тихо, тихо. Я сейчас... Я не смогу его забрать, я попытался. Мне не дали. Что это? Угу. А здесь? Техника молодежи. Блин, ну Петровичу, кстати, может доверять. Вот он стабилен в этом плане. Штука. От нас так много шума, то что я пугаюсь сам себя. Походу, 21 октября. Последний месяц мне приходилось проводить в тесной комнатке. Вооруженный паяльником, я упорно работал над моим радиоприемником. Мой студенческий проект нужно закончить к апрелю. У меня еще много времени в запасе, поэтому я решил вместе с друзьями отправиться в путешествие подальше от этой городской суеты. Нам хотят выбраться в какое-нибудь необычное место с любопытной историей, которое было бы подальше от цивилизации. Юра предложил идеальный вариант. Пора собираться на встречу с природой. 25 октября. Первый день поездки и уже неудача. Нам не продали горячительное, сказав, что мы слишком молоды. Нет, это серьезно. Пришлось накупить лимонада, но, к счастью, Семен взял с собой фляжку и сделал нам лимонад поинтереснее. Или, проще говоря, лимончелду. 26 октября. Мы установили палатки и развели костер, хотя перед этим нам пришлось неслабо промочить ноги, проходя маленькую речушку вброд. После тесной машины было большой радостью разжечь костер и насладиться местными пейзажами. Это место имеет много жутковатых легенд, так что часто пропадают люди. Поэтому Николай не упустил возможность вспомнить пионерские времена и рассказать несколько страшных историй о черных-черных домиках с черными гробиками. То ли его истории так повлияли, то ли лимонад, но это место кажется мне все более жутким с каждой минутой. Надеюсь, с нами тут ничего не случится, иначе будет обидно, если так и не сдам свою зачетную работу. 27 октября. Людмила, Рустем и Зинаида перепилили лимонаду и устроили настоящий дебош. Бедный и странный камень, напоминающий алтарь, был тут же закидан бутылками, а ведь он наверняка заинтересовал бы ребят из археологического факультета. Местность здесь очень дикая. В этом я убедился сам, когда чуть не свернул шею, споткнувшись об сук. Эти чертовы деревья, они словно ставят под ножки и хихикают над нами. Также мы обнаружили загадочную лестницу, ведущую куда-то вверх. К сожалению, нам было очень трудно забираться куда-либо, учитывая наше состояние. Но мы обязательно тут сходим в следующий раз. 28 октября. Я надеялся, что этот поход поможет мне признаться людмиле в моих чувствах. Еще с первого курса в нее влюблен, но Рустем полностью овладел ее вниманием. Ох уж этот Рустем, вечно получает всех девушек. Лучше бы мы не звали его в этот раз. Увы, это было не мне решать. Будь моя воля, вместо него бы поехал второй Юра. 29 октября. Георгий собрался побродить по окрестностям, но вскоре вернулся, заявив, что видел нечто страшное со сверкающими глазами. Рустем засмеялся над ним, говоря, что он перепил лимонада. И, решив использовать эту ситуацию как очередной повод для выпендрежа перед девушками, он заявил, что пойдет туда, где Георгий увидел это существо и сам с ним разберется. Девушки отговоривали его, но он был настроен решительно и решил дальше изображать героя. Я не могу поверить во все это. Все произошло настолько быстро, что до сих пор не укладывается в голове. Рустем вернулся, точнее, дополз обратно весь в крови. Бегите! Это были последние слова, которые он сказал перед тем, как испустил дух. Все убежали в рассыпную от нашего оплаточного городка. Но какой там смысл? До ближайшего города пара десять километров. Почему бежим? И куда? Самое худшее, что я отстал от нашей группы и теперь совершенно один в этом лесу. Я продолжаю писать надежде, что если сюда придет спасательная группа, то она найдет эти записки и не бросит поиски нас или наших тел. Я все еще пытаюсь цепляться за жалкие надежды пережить этот кошмар. И зачем мы только собрались ехать в это проклятое место? Блин. Жалко ребят. Петрович! Ты ждешь меня, да? Вот так-то уборка активирует алтарь, заваленный бутылками. Запомните, не мусорьте. Сохранено. Что ж, а на этой прекрасной ноте пусть только мы очистили. Охереть, вы тут лимонады напились, конечно, ублюдки. Ладно, нет, на самом деле студентов жалко, как бы они напились и не намусорили, но... Типа, это не повод их убивать. Реально не повод. Так что, Петрович, подожди. В следующей серии я к тебе вернусь. Вот. А пока, наша хорошая семья желает вам хорошего настроения. Ни в коем случае не болеть, не теряйтесь в лесу. Если вдруг темно и страшно, лучше туда не ходить. Сидите дома с чашечкой чая, наслаждайтесь прохождением вот хорроров в лесах. Этого вполне достаточно. Вот. Так что, до следующей серии и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова